Здравствуйте, друзья! В этом видеоуроке вы увидите, как сделать пушистый браслет и серьги с цветами и бабочками из полимерной глины. А для работы мне понадобится скалка, зубочистка, инструменты, лезвие и набор полимерной глины артефакт бабочки. Данный набор предназначен для возрастной категории из 5 лет и включает в себя 4 разноцветных бруска глины весом по 20 грамм, фурнитуру и инструкцию с подробным пошаговым мастер-классом. В упаковку с фурнитурой вложен весь комплект деталей, предназначенных для сборки браслета и сережек. В него входит цепочка длиной 20 см, пара швенц, 4 пина, замочек и 15 колечек. В инструкции подробно прописан каждый этап лепки всех деталей, от перехода цвета до составления кейнов и последующей сборки. А также указан приблизительный масштаб каждого изделия и количество фурнитура. Приступаю к лепке цветов. Смешиваю белую глину с небольшим кусочком перламутрового, чтобы получить светло-розовый оттенок. Разминаю глину белого, розового и травяного цвета. И вытягиваю каждый брус в ровную колбаску, но разную по диаметру. Прокатываю каждый пласт скалкой, делаю их плоскими. Белая глина должна получиться шире других цветов, а травяная самая узкая. Складываю глину друг на друга и прокатываю ее скалкой, чтобы сравнять отрезки глины в один ровный пласт. Подготавливаю нить синей пластики для рисунка прожилок. Делю заготовку пополам и добавляю к одной из половин синюю глину. Накрываю второй половиной заготовки и ужимаю ее пальцами, для того, чтобы выпустить воздух между срезами. Снова делю получившийся кень пополам и прокладываю одну из сторон полоской синей глины. Накрываю второй половиной и не спеша ужимаю и вытягиваю трость от центра к краям, придавая ей треугольную форму. Для одного цветка понадобится шесть одинаковых срезов. Пальцами ужимаю каждый срез и соединяю его края, придавая им форму лепестков. В качестве основы цветка можно использовать небольшой кусочек глины и поочередно размещать на нем лепестки. Из розовой глины и пинов формирую сердцевинку цветка. Вставляю пин в середину цветка и плотно прижимаю глину у основания. Ножку пина также можно зафиксировать небольшим кусочком зеленой пластики. Приступаю к созданию бабочек. Нам нужно сделать центральный рисунок крыла с переходом цвета. Для этого использую белую и пурпурную глину. Складываю треугольные заготовки между собой и прокатываю скалкой до появления плавного перехода цвета. Скручиваю получившийся пласт бочонок белой глиной вовнутрь. Оборачиваю бочонок тонко раскатанной синей глиной. Вытягиваю его в диаметре и делю на 5 ровных частей. К каждому отрезку придаю каплевидную форму. Соединяю все части. Сначала два, затем три среза. Немного прижимаю их друг к другу и приступаю к формированию оставшихся деталей крыла. Центром кейна послужит пурпурная пластика. Оборачиваю ее сначала белой глиной, а затем синей. Утягиваю получившийся кейн в тонкую колбаску и делю его на равные части. Добавляю срезы к крылу. Придаваю ему треугольную форму. Заполняю срезами всю верхнюю часть крыла. Не спеша, чтобы не деформировать рисунок, начинаю ужимать крыло от центра к краю. Нарезаю кейн на четыре заготовки. Две из них делаю шире. Они послужат верхними крыльями бабочки. Ужимаю каждый срез и немного вытягиваю один из концов среза, формируя крыло. Из пурпурной глины делаю тельце и головку бабочки. Приклеиваю крылья к тельцу и стараюсь как можно плотнее прижать глину друг с другом. Но делаю это аккуратно, чтобы не деформировать рисунок. На одном из крыльев зубочисткой проделываю отверстие подкрепления. Приступаю к созданию листвы. Нарезаю травяную глину на одинаковые срезы. Формирую из них капельку и сплющиваю заготовку. Иглой наношу на нее прожилки листа. Переворачиваю листок и с обратной стороны делаю то же самое. Загибаю края листа и зубочисткой проделываю отверстие под колечко. Отправляю все детали обжигаться в духовой шкаф при температуре указанной на упаковке глины. Жду их остывания и приступаю к сборке. Кусачками откусываю лишний хвостик у пинов и загибаю в петельки с помощью круглогубцев. Бабочек и листву креплю на колечки. Отгибаю колечко у бабочек, добавляю швензы и пара сережек готова. Приступаю к сборке браслета. Раскладываю все детали в нужном порядке и собираю их на цепь, начиная со средней детали. Когда все элементы собраны на один из краев цепи, добавляю замочек. И вот такой яркий и пушистый комплект с цветами и бабочками у нас получился. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на наш канал, добавляйтесь в нашу группу в контакте и следите за новостями и новыми мастер-классами. До новых встреч на нашем канале Полимерный Артефакт! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова